Всем привет! Сегодня я буду говорить вот об этой книге Harry Potter and the Philosophy of Stone. Для начала будут спойлеры для всех, кто не читал все семь книг. Кроме того, само обсуждение книги будет через несколько минут. Если вы не хотите слушать всю мою лабуду до этого момента, можете перейти сразу по ссылке, которая появится где-то внизу экрана. А теперь для начала я хочу поговорить о том, как я пришел к чтению английской литературы на английском языке. И затем я немного поговорю, собственно, про образование английского языка в школе. Как я пришел к чтению книг на английском. Само собой, меня немного подтолкнуло школьное образование, но разве что совсем чуть-чуть. К концу девятого класса я едва мог составить простые предложения, а затем я перешел в лицей. И благодаря скучному, но более-менее эффективному голицинскому, я уже смог немного ориентироваться даже в системе времен. Ничего, да? К концу 11 класса. Тогда я уже увлекся к тому же переводом песен, что тоже способствовало моему изучению английского языка. В универе на первом курсе у нас было задание составить текст про какой-либо полимер. И я составил, соответственно, я научился более-менее выражать свои мысли на английском языке. Это уже хорошо. Кроме того, одним из заданий у нас был, собственно, перевод песен. С чем я справился неплохо. Мне очень нравилось, что преподаватель меня поощряет в этом направлении. Вообще поощряет любое изучение английского языка. Некоторые учители отмахиваются, типа, ааа, перевод песен. Что за дичь? Но если у человека есть мотивация изучать английский язык, почему бы этому не способствовать? И так, где-то в 13-м году вот эта книжка вышла «Doctor Who – Eleven Doctors, Eleven Stories». Насколько я помню, она вышла к юбилею, да, к 50-летию сериала. И я решил, почему бы не сделать своим друзьям новогодний подарок своим друзьям, поклонникам «Доктора Кто». И за полгода перевел 11 этих рассказов. Эта книжка на английском языке. Вышла недавно еще такая же на русском, но понятный перевод. Но я уже все это знал. Я уже все это читал. Я это уже все переводил. Очень интересная книжка. Грамматика довольно простая. Всем советую. Особенно поклонникам «Доктора». Я знаю, есть много переведенных книг по «Доктору». Но вот эти рассказы, они почти все. Про шестого «Доктора» мне не очень понравилось. Почти все. Очень интересные. Довольно простые. Со словарем, я думаю, вы осилите. И да, про 11-го «Доктора» писал Нил Гейман. Про него я еще сегодня скажу пару слов. И вот такими небольшими шажками я пришел к тому, что почему бы не настать тому времени, когда я наконец-то прочитаю «Гарри Поттера» в оригинале, безо всяких этих терок по поводу «Росмен, Мария Спивак, все дела», прочитаю так, как написала «Роулинг». Еще небольшое отступление. Да, я говорил по поводу образования. Каким должно быть, я считаю, образование английскому языку в школе, в средней школе? У нас английский язык начинался с 5-го класса. Я знаю, что у некоторых он начинается со 2-го, но я буду говорить именно про 5-й. С 5-го по 11-й получается. Ну, понятно, первые 2 года, я думаю, нужно усиленно изучать лексику и грамматику. Не обязательно традиционными методами, когда учитель приходит, пишет на доске слова «Итак, дети, стол – это тейбл», «Книга – это э-бук», «Лампа – э-ламп», «Ручка – э-пен» и так далее. Не обязательно. Существует множество интересных методов обучения. Этим, собственно, педагогика занимается. Педагогики должны быть в курсе. Поэтому лексика и грамматика, да? Кроме того, я считаю, что языкознание, оно должно преподаваться более-менее одинаково, независимо от языка. Я могу ошибаться, потому что я не эксперт в языкознании, но я так считаю. По крайней мере, по аналогии с русским языком. Вот смотрите, у нас на русском тоже изучается лексика, да? Мы учим слова новые, пополняем словарный запас. Кроме того, мы учим грамматику, да? Мы учимся составлять предложения, тексты. Ну, стилистику еще учим, но в английском в школе не в стилистике. Аудирования у нас по-русскому нет. Ну, по понятной причине, потому что мы каждый день слышим русский язык, русские слова. Мы находимся в среде этого языка. В английском аудирование необходимо. Да, оно сложное, но оно необходимо. Его нужно вводить постепенно. Я не думаю, что его нужно вводить сразу же, как только начался английский язык. Но уже в первом году, я думаю, что во втором полугодии пятого класса, если мы начали в пятом классе изучать, уже необходимо вводить. Но параллельно с визуальным рядом. Потому что это, во-первых, дает нам дополнительный канал, да? Не только аудиальный, но и визуальный. Кроме того, в видеоряду на самом деле больше информации и из одного только восприятия на слух. Может быть непонятно, о чем именно говорит спикер. Назовем его так. Помимо этого, текст для восприятия на слух и для чтения, он должен быть интересным. Потому что неинтересный, картонный, шаблонный, искусственный текст восприниматься учениками не будет. Теперь, еще кое-что по поводу сходства английского и русского языка. У нас не существует учителя русского языка отдельно. Существует учитель русского языка и литературы. Я думаю, что в английском языке должно быть то же самое. И, конечно же, не нужно вводить сразу чтение книг того же Гарри Поттера. Гарри Поттера, не-не-не, это уж если к 10-11 классу у ученика сохранится мотивация, то он сам возьмет и прочитает. Для начала, я думаю, нужно вводить коротенькие рассказы, буквально на страничку, может даже несколько абзацев. И было бы неплохо, если бы современные авторы сами составляли такие рассказы, таким образом облегчая задачу учителям английского языка и литературы, чтобы им самим не приходилось искать текст, а чтобы авторы уже составили текст с тематической лексикой и тематической грамматикой. Я понимаю, литература на заказ – это не совсем благородное дело для писателя, но нужно помогать системе образования. Мы все это понимаем. Образование – это давление на все общество. Нужно это давление как можно больше облегчать. Облегчать образование для учеников, облегчать образование для учителей, для всех, для родителей тоже. Итак, короткие рассказы, да, нужно давать. Помимо этого, я считаю, что где-то класса седьмого можно уже дать небольшую, тоненькую книжку на лето, как по русской литературе. Понятно, что это дело учитель английской литературы должен обсудить с учителем русской литературы. Допустим, учитель русской литературы даст на одну книжку меньше, да, на какую-нибудь, а учитель английской на одну книжку больше. Это все должно производиться в масштабах конкретной школы, не в масштабах регионы, уж тем более не в масштабах федеральных. Все в конкретных школах. Я, например, считаю, что Нил Гейман довольно интересный, довольно простой и современный автор. Да, я считаю, что книжка должна быть современной, ну, потому что читать Шекспира не надо на английском языке, по крайней мере, в школе, потому что его лексика, я не знаю про грамматику, но лексика точно устарела на несколько столетий. Итак, книжка должна быть современной. Книжка должна быть простой, язык должен быть простым. Здесь все предложения простые. Почти все. I looked up and saw a huge silver disc hovering in the air above Marshall Road. Простейшее предложение. Сложно сочиненное, простейшее предложение. Книжка должна быть современной, простой, она должна быть интересной, как и все, что читают и воспринимают ученики, она должна быть интересной. В три условия. Не так сложно. Если кто-то знает авторов, которые пишут короткие, простые, современные, интересные рассказы, скажите мне, мне просто интересно, кто эти люди. Я не скажу, что Стивена Кинга можно читать пятиклассникам или семиклассникам, но я знаю, что он пишет довольно простым языком, да, и современным, и интересным. Но не для пятиклассников. Уж извините. Не знаю я у него сочинений для пятиклассников. Так. Я слышал про то, что существуют так называемые книжки билинговые. Но я не думаю, что книжка билинговая это то, что нужно школьнику, потому что, если вы не знаете, что такое книжка билинговая, это книжка на двух языках. На одной странице английский текст, на другой русский. Понятно, почему это не подойдет. Потому что вот эту вот английскую часть немотивированные школьники воспринимать даже не будут. Они будут читать только русскую часть. Но для тех, кто сам для себя изучает английский язык, это, конечно же, может и поможет. Теперь. По поводу, собственно, Гарри Поттера. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Начну с обложки. Англичане очень любят выпускать книжки в мягкой обложке. Может быть, чтобы удешевить их. А может быть, я не знаю почему, но мне просто нравятся книжки в мягкой обложке. У меня и Доктор тоже в мягкой, и Нил Гейман тоже в мягкой. У этих книжек есть только один минус. Мягкая обложка, она сгибается и оставляет следы. Мой корешок очень сильно пострадал. Что еще по поводу оформления? По поводу оформления. Англичане очень любят начинать нумерацию с той страницы, где начинают, собственно, текст. Вот это вот первая страница. Не знаю, будет видно или нет, но вот это первая страница. Там, где первая глава, chapter one, the boy who lived. Мальчик, который выжил. Это у них такая фишка. Встречается во многих книгах. Кстати, по поводу Доктора. Нет, в Докторе начинается не с первой страницы. А хотя нет, вот. Вот первая страница. Там, где начинается история про первого Доктора. Все правильно. То, что там до этого содержание, какая-то информация, книги библиографическая, пустые листочки или раскрашенные. Они не нумеруются. Это их традиция. У нас другая, понятно. У нас это внедрять уже не будут, потому что мы уже привыкли по-другому. И издатели наши привыкли по-другому. И все привыкли по-другому. Ничего не поделаешь. Так, теперь по поводу того, как я читал. Я честно пытался выделять все слова незнакомые. И когда я прочитал первую главу, я решил, ну, а теперь начну надписывать перевод. Надписывал, надписывал. Хватило меня ровно на пять, на шесть. Да, на шесть страниц. Потом, нет, нет, это занимает слишком много времени. Тем более слов у меня тут получилось незнакомых не так и много. По три, по четыре на страничку. Ну, в редких местах больше. И тем более, без знания перевода этих слов я вполне мог понимать, о чем идет речь. Иногда мне было просто незачем знать значение этого слова. То есть оно никак не сказывалось на смысле. Понятно, что текст художественный должен производить эмоциональное впечатление. Именно за счет эпитетов каких-то, да. Но я его читал не столько ради эмоционального впечатления, хотя ради этого тоже, конечно. Сколько ради просто проверки того, смогу ли я осилить? Я осилил. Где-то через главы три я успокоился и перестал подчеркивать слова. И просто продолжил жить, как жил. И смотрел только те слова, без которых я реально не мог понять перевод. Что еще? Да, здесь на самом деле существуют, как и в любом английском художественном тексте, почти в любом, непереводимые выражения, из-за которых пострадали наши переводы. И расменовский, и спивак. Здесь есть устойчивые выражения. Кстати, устойчивые выражения, да, они переводятся, но я не по этому поводу их упомянул. Я их упомянул по тому поводу, что... Ох, я сейчас, наверное, не найду. Мне очень понравилось, при чтении этой книги, что я смог узнать для себя какие-то новые фразы, которые мне на самом деле могут пригодиться. Например, сейчас не вспомню. Come to think of it. То есть, если подумать. Если подумать, то, не знаю, то Роллинг довольно посредственно написала первую книгу. Не особо заботилась о деталях, да? Нет, книжка интересная, я ничего не говорю, но деталей здесь маловато. На самом деле маловато. Может быть, она просто не думала, что у нее продастся, и она решила написать ее такую коротенькую и впихать в нее больше всего, но без детализации. Например, замок здесь внешне он вообще почти не описывается. Просто большой замок с башенками и огоньками. Внутри тоже, ну, там есть гостиная, есть спальня, есть коридоры, есть кабинеты, есть подземелье и туалет, да, в котором был тролль. Но деталей нет, мне кажется, как говорится, дьявол в деталях, вот этот дьявол и попался гражданке Роллинг. Так же не хватило детализации мне в описании персонажей. Того же Дамблдора, той же МакГонагал, да? Того же Невилла, например. Хотя они довольно... Чуть ли не главные после Гарри Рона и Гермионы в этом повествовании. Да, они все потом подробно описываются в других книгах. Но, блин, ну не хватило мне. Она мне показалась какой-то спешной. Полкниги Гарри сидит с дурцами, а полкниги, вжух, проносится первый год обучения в Хогвартсе. Что здесь описано хорошо? Здесь хорошо описан Косой переулок и Грингоц. Вот этого описания мне хватает за глаза. Грингоц, конечно, тоже описан там в внутренности банка самого зала. Ну, неплохо, да, описано. И подземные помещения, вся тележка, как она несется по поворотам. Довольно интересно. Но тоже без излишней детализации. Но Грингоц, понимаете, мы в Грингоц с главным героем вернемся довольно не скоро. Если я помню правильно, это произойдет только в седьмой книге. Я давно не перечитывал, могу ошибаться. Но Грингоц это не такая важная локация, как Хогвартс. Хогвартс надо было бы описать намного подробнее. За это я поставлю, пожалуй, минус гражданке Роулинг. Плюс, да, плюс за Косой переулок. Что я еще хотел сказать? Я еще хотел сказать, что здесь так же, как и по, я говорил, коротким рассказам, да, которые следует проводить на уроках, которые следует изучать на уроках, здесь по каждому абзацу тоже можно провести отдельный урок. Но в чем минус всегда изучения художественных книг? В том, что зачастую они используют, например, неполные предложения. Они, например, используют инверсию грамматики, да, то есть не подлежащее сказуемое, а сказуемое подлежащее. Такое часто бывает. Этого на уроках не проходит, и поэтому с выбором заданий для учителей нужно быть осторожнее. Что я для себя понял? Я для себя понял из чтения, что мне нужно обязательно повторить времена, особенно перфект. Когда я читаю научные тексты, научные статьи, перфект мне почти не встречается, потому что они написаны в Past Simple и Present Simple. Здесь же, если основное повествование ведется в Past Simple, то понятно, что будет очень много перфекта. Почти на каждой странице. Я его очень плохо воспринимаю. У меня это, наверное, типа травма с детства. Ну, как с детства, с первого изучения перфекта. И надо повторить. Это хорошо, когда ты читаешь книгу и находишь у себя какие-то слабые места. Очень хорошо. И теперь еще немного, буквально пару слов по поводу сюжета. Некоторых сюжетных мест, которые я говорил будут спойлером. Китавры говорили, что Марс необычайно красный. А потом, когда Ференс спас Гарри, соратники, соплеменники Ференса выразили свои недовольства Бэйн и Ронан по поводу того, что Ференс нарушил то, что предсказали планеты. Когда планеты предсказали то, судя по всему, что Воландемор должен был убить Гарри. Прямо там в лесу, где Квирл пил кровь единорога. В седьмой части все-таки это свершится. Предсказание сбудется. Кентавры, не бойтесь. Мы с вами. И еще по поводу того, почему Гарри после уже первой книги до сих пор не видел Фестралов. Многие возмущаются. Как же так? Он же видел мало того, что смерть своих родителей, так здесь он еще и Квирла видел. Мы по фильму все это помним. Но по поводу родителей уже высказалась Роулинг. Он сказал, что Гарри должен был осознать смерть своих родителей. Пережить личный опыт у него должен был быть. И осознать. Когда им было год, он не мог этого осознать. Поэтому после года он еще Фестралов не видел. Почему он не видел их здесь? Да потому, что он не видел смерть Квирла. Он упал в обморок. Все, кто смотрел только фильм, вы много потеряли. Режиссеры с нами не очень хорошо обошлись. И многое упустили. И он упал в обморок прямо перед тем, как вбежал в эту залу, где Гарри сражался с Квирлом. Перед тем, как в нее вбежал Дамблдор. И, судя по всему, Дамблдор либо прикончил Квирла, либо просто стоял и смотрел, как тот умирает. Ну, я так понял, Дамблдор с ним разобрался. Потому что он потом в Бодничном крыле говорит, что он ворвался тогда, когда Квирл уже чуть не убил Гарри. И, судя по всему, Дамблдор как-то поспособствовал тому, что Квирл как минимум потерял сознание. И дальше Дамблдор говорит, что Воландемор покинул тело Квирла прямо перед смертью, то есть оставив умирать своего союзника. Вот, что я хотел сказать по поводу чтения книги Harry Potter and the Philosopher's Stone. Я продолжу читать продолжение. Конечно, не сразу, но это очень интересно. Очень интересно вспоминать, что же было в этой вселенной. Очень интересно узнавать дальше свои слабые места. Я буду работать над этим. И вы тоже не забывайте работать над собой. Всем удачи! Пока!